Каждый олигарх, естественно, выживает в одиночку, поскольку атомизированы не только простые россияне друг на друга наплевать, но атомизированы и россияне элитных пород, которые вообще считают, что выжить можно только за счет гибели ближнего своего, и чем хуже соседа, тем лучше тебе. По принципу «умри ты сегодня, а я завтра» классическому канону ГУЛАГа, которого так или иначе все россияне прямо или косвенно вышли, но ушли недалеко в значительной степени, а только в такую VIP-зону ГУЛАГа. Как на стадионе, вип-ложу. Конечно, всякий российский олигарх сейчас пытается отмыть деньги через Украину. Первопроходцем, как это часто бывало в постсоветской истории, оказался Роман Акаевич Абрамович, который взял в оборот окружение Владимира Александровича Зеленского. Насколько я понимаю, коммуникацию между ними поддерживает всемирно известный кинопродюсер и советник Зеленского Александр Ефимович Роднянский. И Абрамович обещал, что он снимет все фильмы мира для Роднянского и осчастливит все окружение Зеленского при условии, что как-то похлопочут за снятие с него европейских санкций. Как вы, должно быть, знаете, даже Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа», официально дал показания письменные в лондонском суде в пользу Абрамовича. Что, на мой взгляд, выглядит довольно странно, потому что если Владимир Зеленский считает, что всем россиянам нужно закрыть въезд в Европу, всем абсолютно недорогим россиянам, таким как я, например, хотя я много лет выступал за независимость Украины против войны и критиковал Путина, то как же, почему же он поддерживает Романа Абрамовича? Позвольте, я вступлю за президента, он про вас ничего не говорил, он говорил про туристические визы. А я так понимаю, что у вас визы другого уровня, другого класса, поэтому он вас лично не обижал. Ну, не важно, я в данном случае имею в виду не себя, а огромное количество... Я условно говорю, да. Да, но, так сказать, все-таки надо понимать, что если Украина свяжется с российскими олигархами на предлагаемых ими условиях, то моральные позиции страны очень серьезно пострадают, потому что как, что же такое, да. Но российские олигархи рассчитывают все равно против лома, то есть больших денег нет приема, и я думаю, что они готовы отдать до половины своего состояния за разблокирование второй половины. И здесь и Абрамович, и Фридман, и кто угодно, все будут идти этим путем, и они готовы, кстати, пойти в предательстве своей номинальной Родины РФ весьма далеко. Вот именно, вот я хотел уточнить, речь идет о предательстве именно, да, то есть они кидают Путина. Смотрите, что произошло на днях. На днях в Бенгрии в лице неизменного премьер-министра Виктора Орбана заявила, что она 15 сентября проголосует за пролонгацию санкций Евросоюза против Российской Федерации при условии, что будут сняты санкции с российских олигархов Алишера Усманова, Петра Авина и Виктора Рашникова. Виктор Рашников – это менее известный человек, поэтому я прокомментирую, что это Магнитогорский металлургический комбинат, тоже большой миллиардер. Слушайте, а как же это выглядит? Это значит, вот эти три олигарха говорят, что пусть будут санкции против моей страны России, только бы с меня сняли. Это, по-моему, чистая государственная измена. Но тут, видимо, Бенгрии поняли, что переборщили. Может быть, и сами олигархи поняли, что они выглядят и двух, и трех смысленно в этой ситуации. Это условие было снято пока. Но это, безусловно, означает, что уже российские олигархи заносят в разные европейские кабинеты большие чемоданы денег, поскольку ясно, что они... Отвечая на любимый путинский вопрос, где вы были эти восемь лет, российские олигархи эти восемь лет, конечно, готовились частично к санкциям, что-то там вывели, переписали, перевели. Все они сейчас стали альфонсами, они живут за счет своих жен, любовниц и даже домработниц неожиданно, которые оказались мультимиллионерами. Ого, красиво. По странному стечению обстоятельств, да. То есть они не бедствуют, конечно, вопреки собственным стенаниям и ломентациям. А если бы бедствовали, то, мне кажется, не так много людей в мире, кто их бы пожалел по-человечески. Но видно, что, так сказать, конечно, они готовы к полному крушению Российской Федерации, лишь бы их вывелись под санкции. Но это никак не влияет на Путин, он не собирается прекращать войну из-за этого. Он все про олигархов эти прекрасно понимает. Есть определенный пул людей, которым деваться уже совсем некуда. Это его ближний круг, у которого, опять же, маска прирастает коллективному лицу, и которые действительно на полном серьезе утверждают, что спецоперация Z вот завершится триумфом, ибо Путин проиграть не может. А есть еще, так сказать, но тут это не конвертирует вся ситуация ни в какие политические перемены в самой России. Потому что влияния на российскую политику у всех этих олигархов сегодня нет. У них есть, по-прежнему, финансовый запас, с помощью которых они могут соблазнять не твердых верей европейских бюрократов, включая, к сожалению, украинских политиков и чиновников, и, так сказать, говорить о том, какие они хорошие благотворители, как они много лет поддерживали все хорошее, так сказать, от евреев до геев, что есть в современном мире. И поэтому, конечно, и к Путину они, ну, 100%, никого отношения не имеют, и в глубине души всегда выступали против войны. И вот если Европа и особенно Украина этим соблазнятся, то это будет моральной победой Путина. Путина, именно его. Потому что он всегда скажет, ну, видите, я же говорю, что, так сказать, нет такой суммы, перед которой, вернее, есть всегда такая сумма, перед которой не устоит слабое европейское сознание. Не, но он где-то прав, потому что ему удавалось на протяжении 15 лет покупать европейских политиков, причем самых высокопоставленных. И у меня как бы небольшое предложение, если вдруг олигархи будут смотреть, российские олигархи, нашу передачу, я предлагаю им как взятку не деньги выставлять, а Хаймерсу, например. Я готов купить 200 Хаймерсов с ракетами на год в обмен на снятие санкций. Я думаю, это более действенно, это ощутимо. Хаймерс — это сегодня не украинская мечта, а украинская какая-то гордость, потому что они переломили ситуацию. А причем нужно какую-то криптовалюту специальную сделать, Хаймерс, для обеспечения расчетов. Олигархи, конечно, российские страшно испугаются, поскольку, несмотря на то, что они явно уже выступают предателями Родины, они все равно хотят еще и прибежать к Путину и сказать ему, что в действительности все не так, как на самом деле. Но постановка вопроса абсолютно правильная. Но я считаю, что даже если Хаймерсами, то нужно еще трижды подумать, потому что цель не всегда оправдывает средства, и деньги определенного качества и происхождения все-таки не должны использоваться для такого типа благих намерий. «Хотя бы поговорить про тех, кто наделен в России властью, это ближайших его соратников, или, наверное, скорее сказать, подданных. По вашему мнению, кто уже пытается стать на тот путь, по которому идут Абрамович и другие богатые люди России, а кто действительно разделяет ту идеологию, которую постоянно исповедует Путин? Я думаю, что многие, безусловно, особенно в силовых средах разделяют идеологию Путина, не только в силовых. Многие крупные бизнесмены, в первую очередь, все числа его друзей. Я думаю, что в правительстве большинство разделяет. Это не значит, что после ухода Путина от власти по отдельной причине их позиции не изменятся. И сейчас она такова просто потому, что им некуда деваться. Даже малейшая нелояльность смертельно опасна, поэтому никто не допускает ее и в мыслях. Главное, и во сне быть лояльным Путина, потому что если тебя неожиданно разбудят следователя ФСБ, то должен четко сказать, что спецоперация ЗЭТ идет по плану, и скоро закончится полная победа. Понятно. Ну, условно говоря, рассказывают про неких людей типа Нарышкина, которые якобы на связи с американцами и пытаются готовить какую-то другую модель развития России на случай внезапного ухода куда-то Владимира Владимировича. Насколько это может быть правдой? Нет, это не может быть правдой. Во-первых, никакое поведение Сергея Евгеньевича Нарышкина это не доказывает. Все эти годы он был носителем и пропагандистом самых безумных версий относительно того, как все хотят напасть на Россию, расчинить и уничтожить, и поэтому спецоперация ЗЭТ неизбежна. Ну, это не считается, он мог просто повышать собственную значимость, понимаете, вот принести какой-то важный документ, что вот беда, я там узнал, давай как бы вот предотвращать. Сергей Евгеньевич Нарышкин отметился еще и тем, что он активно завязан на азербайджанской лобби и поэтому играл большой роль в поражении Армении в Карабахской войне 2020 года. Это, да, действительно отметился, но невозможно себе представить, что он как-то общался с американцами, потому что тогда немедленно конкурирующие спецслужбы России и доложат об этом Путину, и Нарышкину придет конец. Нет, поэтому ни в какую фронту такого типа я не верю. Это могут... Такие слухи рождаются, как мыши из грязного белья, по двум причинам, что действительно, может быть, какие-то путинские чиновники хотят поддерживать такие представления, чтобы потом, если что случится, воспользоваться, апеллировать к этому. Хотя этого не может быть физически, потому что не может быть никогда, как говорил Герой Антон Павлович Чехова. А во-вторых, еще, так сказать, есть много экспертов, которые хотят соорудить некие интеллектуальные конструкции. Высосать их из пальца, вынуть из головы, как Афина вышла из головы Зевса, и потом начать их обсуждать. Это с творческой точки зрения вполне объяснимо, но это не является ответственным поводом для рассуждений. Субтитры создавал DimaTorzok